Виноградники и подвалы Вино этого региона, Сексардское, самое лучшее и самое интересное, по нашему мнению, находится здесь, на этой горке Но интерес мой не вино сегодня, но интерес здесь Это музей вышивки местной Шиуагарди 20 лет примерно назад Вероника начала собирать образцы вышивки местной Через 5 лет, 15 лет назад, местная общественность выделила ей это здание, это подвал И здесь сейчас музей Вероника придет и расскажет нам про, и покажет то, что она насобирала за эти годы Музей небольшой по площади, но имеет внушительную коллекцию Вероника собрала около 650 предметов Самые ранние датируются 1840 годом, а предметы с вышивкой 1892 Коллекция в музее представлена таким образом, что можно легко проследить, как с течением времени менялась шиуагардская вышивка Но, как здесь говорят, в шиуагарде нет вышивки без дырочек В середине 19 века в деревне было 12 ткачей Основным сырьем для костюма являлось собственное тканное полотно из льна или конопли И поначалу одежда из конопляной ткани не украшалась вышивкой Вышивка появилась лишь к 1890 году, да и то только белыми нитками по белой ткани Чуть позже добавляется несколько цветов Красный, синий, голубой В этот период часто можно увидеть вышитые монограммы и даты На вышивание одной небольшой дырочки уходит 10 минут Поэтому изготовление красивой рубашки занимало до 6 месяцев работы На праздничной одежде по краю выполняли два ряда дырочек, на повседневной – один Большой удачей для музея было найти альбом с рисунками для шиуагардской вышивки Освобождение от феодальных уз к концу XIX века способствовало процветанию деревни Традиционная торговля перцем и вином шла очень успешно Именно в этот период начинается формирование местного характерного костюма Отражающего вкус и богатство среднего крестьянства С 1927 года для вышивки используют цветную нить И в это же время начинают покупать в Париже и Леоне ткань брукад Вышивка становится все более яркой и яркой Дополнительно молодые девушки украшают одежду различными пайетками, бусинами, лентами На фартуках из браката они вышивают большие цветочные мотивы Женщины постарше придерживались более скромного цветового сочетания Порой носили одежду из черной ткани, которая являлась признаком элегантности, а не траура Основной цвет шуагардской вышивки фиолетовый, синий, голубой, красный, бордовый Хотя четких правил использования цвета не существовало Каждая вышивальщица в подборе цветов учитывала свои личные предпочтения Основные мотивы роза, фиалка, тюльпан, фуксия, василек А вот виноград, как ни странно, встречался довольно редко Я восхищена трудом и влеченностью Вероники, которая столько лет собирала, хранила и пропагандировала вышивка шуагардя Благодаря таким людям сохраняются традиции И надеюсь теперь, когда возникнет вопрос, какие виды венгерской вышивки вам известны Кроме калачайской матио, вы назовете вышивку из деревни Шиуагард Ну а больше интересного вас ждет на сайте Миролик Студио Продолжение следует...